Внимание! Следующая программа содержит кадры, которые могут вызвать сильное эмоциональное напряжение. Очередная жертва огня в Гродненской области. Трагедия произошла в минувшее воскресенье в Щучинском районе в ограгородке Новый Двор. Около 16 часов очевидцы сообщили спасателям, что горит трехкомнатная квартира в одноэтажном доме. Прибывшая пожарная под обломками строительных конструкций нашли труп хозяина. Огонь успел уничтожить имущество и кровлю. Частично повреждена кровля над квартирой соседей. Причину произошедшего устанавливают специалисты. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Два человека тяжело травмированы в ДТП в Лицском районе в пятницу 24 мая. Авария произошла около 19 часов на 4-м километре автодороги Ваверка-Заболоть. 25-летний житель Вороновского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat на закруглении дороги влево, не справился с управлением, в результате чего машина оказалась за пределами проезжей части, где несколько раз перевернулась. Водители-пассажир, находящиеся в салоне с тяжелыми травмами, были доставлены в Лицскую районную больницу. Последний находился в состоянии комы. Как оказалось, сидевший за рулем на момент аварии был лишен прав управления транспортным средством. В октябре 2017 года он был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В каком состоянии был на этот раз виновник происшествия, покажут результаты медицинского освидетельствования. Нередки случаи, когда в спорах и разногласиях главным аргументом становится нож. Хватаются за него и женщины, и мужчины. Чаще конфликты происходят на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное настолько затмевает разум, что острым предметом бьют родителей, детей, жены и мужей. Не так давно при помощи ножа решал с работодателем денежный вопрос, житель Лицского района. Инцидент произошел на территории прихода святого Михаила в деревне Нетич. 52-летний предприниматель, занимавшийся строительством здания при церкви, нанял в качестве разнорабочих местных жителей. Проработав некоторое время, один из них, 33-летний мужчина, потребовал расчет. Копал он вместе с коллегой вот эту траншею. Как рассказали очевидцы происшествия, наниматель ему объяснил, что время выплаты зарплаты еще не пришло. Однако такой ответ рабочего не устроил, и он ударил несколько раз своего работодателя ножом, который принес с собой. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Пришли, хотели каких-то денег взять, их он послал до утра. Они не так что-то поняли, видимо, как я знаю насколько. Мужчина с ранениями был госпитализирован в Лицскую районную больницу. Как рассказали другие наемные рабочие, никаких задержек по зарплате со стороны работодателя не было. Он платил щедро и в срок. Вообще никаких нареканий. Каждую неделю расчеты, определенный объем закрываем и определенная оплата за квадратный метр. Серия дерзких ограблений салонов связи в Лиде. Лица, причастные к их взлому, пока не задержаны. Кража 35 дорогостоящих устройств мобильной связи в салоне связной у рынка Панорама произошла ночью с 18 на 19 мая. По предварительной информации, преступников было двое, оба в масках. В связном злоумышленники орудовали менее минуты. По схожему сценарию, в ночь с 20 на 21 мая преступники работали и в салоне сотовой связи на автовокзале. Им понадобилось менее 30 секунд, чтобы взять 7 телефонов. Правоохранители пытаются установить, причастны к совершению этих преступлений. Изъятые данные с камер видеонаблюдения проводятся специальные криминалистические экспертизы. Уголовная ответственность грозит егерю Ивьевского лесничества за нарушение правил охоты, что нанесло особо крупный ущерб окружающей среде. Лидские пограничники задержали мужчину в приграничной полосе вблизи деревни Рудевщина Ивьевского района. Трофеем охотника была самка косуля. По долгу службы мужчина имел право находиться на этой территории. Имел он право и охотиться на животное. Однако делать это здесь запрещено законом, о чем егерь не мог не знать. В соответствии с действующим законодательством пограничная полоса была исключена из фонда охотничьих угодий. В связи с чем охота в данном месте запрещена. На основании временного положения, которое действует на территории Республики Беларусь, охота в погранной полосе разрешается только для изъятия дикого кабана. В действиях задержанного защитники животного и растительного мира увидели уголовную составляющую. В ходе разбирательства было установлено, что природе причинен ущерб в размере 360 базовых величин, а это 9 180 рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ружье и добыча изъяты. И грех, и смех. Нелепый случай произошел в Лиде у одного из торговых центров. 56-летний мужчина, отдыхая на лавочке, потерял контроль над своим телом и оказался зажат между стеной здания и пластмассовой лавкой. Самостоятельно выбраться он не смог. На помощь перешли прохожие. Они тянули-тянули, но вытянуть не смогли, и поэтому вызвали спасателей. Тем ничего не оставалось делать, как использовать специальный инструмент. Вскоре мужчину освободили. Происходящее сняли очевидцы и выложили в сеть. Видео быстро набирает количество просмотров и комментариев. Тихо. Мы контролируем процесс. Двухколесное транспортное средство на дороге самое уязвимое. Этим и опасное. Основные причины ДТП с его участием – несоблюдение скоростного режима, невнимательность при совершении маневров и неопытность водителя. Скоростные байки сегодня доступны для населения. Зачастую водители, а как правило это молодые люди, забывают, что находятся не на гоночной трассе, а на дороге общественного пользования. Порой резкое перестроение скоростных двухколесных из полосы в полосу не оставляют возможности их заметить тем, кто сидит за рулем автомобиля. А еще спортивный байк не так заметен в потоке авто из-за своих габаритов. Водители с большим стажем вождения мощных спортбайков соглашаются. Это лихачество на дорогах дорогого стоит, но все же без форс-мажорных ситуаций не обходится и у них. С начала этого года в Гродненской области зарегистрированы 6 происшествий с участием мототранспорта. Травмы в них получили 7 участников движения. В двух случаях виновниками аварии были мотоциклисты. В апреле этого года в Лиде водитель Ауди, выезжая со второстепенной дороги на проспект Победы, не заметил мотоциклиста в результате столкновения мужчина, управлявший двухколесным. И его пассажир-девушка с травмами были доставлены в районную больницу. Со стороны госавтоинспекции постоянное внимание к подобной технике, так как ДТП с ее участием чаще всего заканчивается плачевно для самих мотоциклистов. Инспекторы проводят различные рейды. За нарушение ПДД водители двухколесных наказываются по всей строгости закона. Водители мотоциклов допускают различные нарушения правил дорожного движения. Среди них это игнорирование шлема, либо перевозка пассажира без пристегнутого мотошлема. Кроме этого, нарушение правил маневрирования, превышение установленной скорости движения, не зарегистрировано в установленном порядке встречаются мотоциклы, а также у которых не пройден государственный технический осмотр. В 2018 году в Беларуси введена прямая административная ответственность для мотоциклистов, которая запрещает им передвигаться на одном колесе, либо не держать за руль, а также не держать ноги на подножках. Таким лихачам грозит штраф от 5 до 10 базовых величин и возможность лишиться прав управления сроком на полгода. Мотоциклисты и скутеристы, конечно, должны быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, но и водителям автомобилей при любом маневрировании необходимо чаще смотреть в зеркала заднего вида. Еще несколько лет назад, как признаются мотоциклисты, сдать экзамен на категорию А было несложно, но в 2018 году практическую часть экзамена в МРЭОГАИ усложнили. Были добавлены элементы на площадке, в их числе габаритная змейка, маневрирование в условиях ограниченного времени, остановка перед стоп-линией. Без обучения в автошколе сегодня можно получить категорию А1, а она дает право управлять мотоциклом с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а вот на категорию А необходимо пройти обучение. А знаете ли вы что? Столкновение на скорости 50 км в час по силе равно падению с пятого этажа. Пристегни ремень, если хочешь выжить. Задумайся! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА